В Сочи станет больше ласточек на Кубке Конфедерации. В Крае будут курсировать 70 пар электричек. Об этом сегодня стало известно на железнодорожном форуме. На 18 сочинских предприятиях из 30 нарушено трудовое законодательство. Таковы итоги проверки за неделю. В Сочи встречает кинотавр. Ради любителей отечественного кино в городе продлили работу общественного транспорта. Этим гордились и за этим стояли в очереди. Теперь это артефакт. Советский фарфор представлен в Музее истории города-курорта. На Кубани станет больше ласточек. В дни проведения матча Кубка Конфедерации по футболу в Крае будут курсировать 70 пар пригородных поездов. Об этом сегодня рассказал голова региона на Международном железнодорожном форуме в Сочи. На саммит приехали полторы тысячи специалистов из 30 стран. Во время выступления Вениамин Кондратьев отметил развитие железных дорог для Краснодарского края стратегическая задача. Только в прошлом году поездами в порты Кубани было перевезено больше 300 миллионов тонн грузов. Совместно с РЖД в регионе реализованы десятки проектов. В том числе идет строительство подъездных путей к Керченскому мосту. Краснодарский край – стратегический транспортный узел России. Я надеюсь, что на площадке форума будут обозначены, а может быть и решены определенные проблемы, которые сегодня существуют в Крае. В первую очередь строительство путепроводов через железнодорожные полотна, потому что стояние автотранспорта занимает порой 2-3 часа. По направлениям к строительству Керченского моста – это такие стратегические для нас промышленные центры, как Тимошевск, Славянск на Кубани. И здесь, конечно, решение от их проблем требует скорейшего разрешения. Ну и, конечно, коллеги, сегодня безопасность на РЖД-транспорте является приоритетом для нас, как для курортного края. Около 16 миллионов туристов посещает Краснодарский край и, конечно, безопасность как на РЖД-вокзалах, так и в самих подвижных составах для нас является приоритетом. Я желаю всем, коллеги, удачи, успехов и надеюсь, что форум пройдет плодотворно для всех нас. В свою очередь глава РЖД заявил, что компания намерена развивать в России высокоскоростную перевозку грузов. По времени доставки она сможет конкурировать с воздушным транспортом, уверен Олег Белозеров. Бесплатный транспорт Кубка Конфедерации объединят одной эмблемой. Во время турнира для зрителей будет доступна широкая сеть общественного транспорта, которая включает в себя как общественный транспорт внутри города, трансфер из аэропорта до города, так и междугородние бесплатные поезда. Для того, чтобы болельщикам было проще ориентироваться и быстрее находить бесплатный транспорт, он будет помечен специально разработанной эмблемой бесплатного проезда. Эмблема представляет собой купол красного или синего цвета, в который вписаны фигуры болельщиков. Сам купол расположен на основании с надписью «Бесплатный проезд фрирайт». Также эмблема может быть реализована в черно-белом варианте и располагаться либо на корпусе транспортного средства, либо на его лобовом стекле. На вокзалах будут размещены специальные стойки с эмблемой бесплатного проезда. Там предоставят расписание бесплатных поездов. Также мобильные стойки могут быть размещены на платформах. Для того, чтобы получить право на бесплатный проезд, болельщику необходимо купить билет на матч и оформить паспорт болельщика. А для того, чтобы получить бесплатный билет на поезд, болельщику также необходимо зарегистрироваться на сайте tickets.transport2018.com. На 15 пунктов вперед. За два года Курганинский район не только догнал некоторые муниципалитеты, но и обошел по социально-экономическому развитию. Новые технологии в растениеводстве и собственная сырьевая база на кондитерской фабрике. Все это накануне показали губернатору Вениамину Кондратьеву. В муниципалитет глава региона приехал спустя два года после последнего визита. Продолжат наши краснодарские коллеги. Время собирать камни на этом поле уже прошло. Теперь здесь собирают большие урожаи. На месте бывшего карьера по добыче галечника, аграрии Курганинского района решили выращивать кукурузу. Необычную технологию показывают Вениамину Кондратьеву. Поля с зерновыми культурами тут просто усеяны мелкими камешками. Использовать земли как сельскохозяйственные удалось только после внедрения современной системы орошения. Специалисты такой способ называют ирригационным. Виноградная лоза обычно, каменистая почва, потому что считается, что лоза должна страдать, чтобы было хорошее качество вино. Но чтобы кукуруза должна страдать, чтобы была хорошая сладкая кукуруза, я еще такого не слышал и не видел. Вот первый раз вижу, чтобы вот на такой почве, а это почвой не назовешь, растет кукуруза. Вокруг нашего предприятия много земель, которые не обрабатываются никем, потому что люди не могут рисковать и идти на это. Мы раньше получали урожай на здесь 25-30 центнеров. После введения этих сейлок и системы полива, вот орошения, круговые машины, мы сегодня кукурузы получаем 100 центнеров с гектара. Олег, я ухожу, хорошего хозяина, наверное, и даже камни уродят, как говорится. Это уже сегодняшняя технология выращивания кукурузы, и вы их применили. Это, наверное, честь вам и хвала. Выращенный урожай в качестве основного сырья идет на кондитерскую фабрику, и собственные муки здесь делают печенье и их фирменные крикеры ожидания. Кстати, название себя оправдывает, чтобы приготовить их понадобится не один час. В соседних цехах мармелад, рахат лукум и зефир, стоит только удивляться, как при таком изобилии сотрудницам удается держать себя в форме. В год предприятие выпускает до 20 тысяч тонн сладостей, а могут еще больше, заверяет директор. Нездоровую конкуренцию им сегодня составляют заводы, которые работают в тени. А сегодня еще раз подчеркиваю, они в белую не могут скурировать с теми, кто работает в серую. Вот это максимально объявить сегодня бой тем, кто сегодня пытается делать серую подпольную экономику. Нам не нужна эта серая подпольная экономика, потому что ничего хорошего нам не стерлюсь в целом не экономике края, не тем людям, которые работают на этих серых предприятиях. Наращивают объемы и местные фермеры в тепличном хозяйстве. Во всех смыслах жаркая пора, вот-вот доспеют томаты. Пока настоящее кубанское лето еще не совсем наступило. Управлять климатом помогают самодельные печки. А вот вопрос с отечественными семенами оказался решить сложнее. Семена-то помидоров импортные или сакады. Жаль, обидно, но тут рынок, мы не можем ничего сделать. Хозяин, мы видим хозяина, мы видим эти теплицы, мы видим подход, что сегодня он говорит о субсидиях. Но субсидии ему нужны не для того, чтобы свести концы с концами, а чтобы идти в завтрашний день. И он строит теплицы, понимая, что ему принесут прибыль. Но в гармоничном завтрашнем дне можно говорить только тогда, когда у нас все будет свое, собственное. То есть мы будем максимально независимы ни от импортных семян, ни от импортных материалов. И тогда мы можем гарантированно сказать о том, что мы сможем защитить наш внутренний рынок и региональный рынок страны. За последние два года район изменился не только внешне. По многим вопросам сегодня муниципалитет вырвался в лидеры. Уже на встрече с Активом Янин Кондратьев говорит, чувствуется хозяйский подход. В район потянулись инвесторы, стали охотно вкладывать деньги в развитие городов и станиц. Муниципалитет сделал большой прыжок и по объемам инвестиций переместился с последней 44-й строчки рейтинга на 29-ю позицию. Может быть показали то, что мне надо показать. Но то, что я увидел, я уверен, это не отдельно взятые экземпляры. Это сам подход людей, которые живут в Курганинске, в Курганинском районе. Вы сегодня остановили наращивать госдолга, а еще и пусть на чуть-чуть. На чуть-чуть мы его уже сократили. Это значит правильные управленческие решения. Это значит правильный расклад сегментов этой самой экономики. Значит правильная поддержка тех, кого нужно поддерживать. И не в пользу крикунов, а в пользу тех, кто умеет работать и зарабатывать. Изменения в социальной сфере. Строятся детские сады, и там больше нет актуальной очереди. Повышается зарплата учителей. Открывают новые школы дополнительного образования. Но преображение, кажется, заметили не все жителям. На встрече рассказывает губернатору. В домах нет ни газа, ни воды. При этом добавляют, что живут на дачах. Венин Кондратьев недоумевает. Обосновавшись в домах, которые не предназначены для постоянного проживания, теперь горожане требуют благ цивилизации. Мы сперва в дачках поселились. Теперь дачки в дома превратили. А в дачках-то все равно улочки-то прежние остались. А теперь мы говорим дальше дайте то, третье, а потом, скажем, детские сады, дома, поликлиники и тому подобное дайте. А куда это же дачный поселок-то изначально был? А теперь власть во всем виновата не дает. Вы покупали дачу. И теперь никаких претензий быть не может, потому что вы дачу там и купили. Или построились в дачном поселке. Принцип все равно объективности, он должен присутствовать. Мы пытаемся всем создать комфорт. И мы, как можем, исходим все равно из своего бюджета. Но он не резиновый. За каждым решением нужны деньги. Не просто копейка, где-то рубль. А где-то и миллионы, а где-то уже миллиарды. Будущее любого города и района зависит от экономической, социальной стабильности. Нужно открывать новое предприятие и создавать рабочие места. Тогда и молодежь не будет стремиться в большие города, считает Вениамин Кондратьев. И ставит оценку местным властям. Курганский район старается и делает свои уверенные шаги. В этом направлении. Елена Касабова, Мария Крошина, Алексей Комаров и Денис Москаленко. Кубань-24. Курганский район. Во время рабочего визита в Курганский район Вениамин Кондратьев посетил Центр молодежного инновационного творчества. На Кубани он открылся одним из первых школьники. Там занимаются робототехникой и 3D-моделированием. Здесь же по соседству разместилась хоровая и художественная школы. Глава региона смотрел учебные классы и пообщался с воспитанниками. Дворец творчества губернатор назвал одним из лучших в крае. Из современнейшей Кубани я больше не встречал, чтобы были припределены такие дворцы для того, чтобы молодежь у них могла заниматься творчеством. Неважно, как. Вам очень повезло сегодня, что у вас есть эти условия. Значит, у вас есть возможность завтра в жизни состояться. Это очень важно. Потому что начало всегда там, где вы живете. Начало, как правило, у дома, у родного дома. Это школа, это спортивные площадки, это спортивные секции. Ну и, конечно, вот такой дворец творчества, по большому счету. Здесь вы можете начинать свой большой жизненный путь. Вот тот старт, который на самом деле может увенчаться грандиозным жизненным успехом. Новое четырехэтажное здание муниципалитет приобрел в прошлом году за счет бюджетных средств. Сегодня там обучается около полутора тысяч человек. Россиянам разрешат продавать мусор. В распоряжении здания «Коммерсант» оказались одобренные правительством поправки к законодательству об отходах. Документ, в частности, предполагает льготный тариф за раздельный сбор мусора для домохозяйства и позволяет им продавать вторсырье переработчикам. Также законопроект разъясняет недавно запущенную расширенную ответственность производителей за утилизацию их товаров и упаковки. Правительство одобрило подготовленный Минстроем проект поправок к законодательству об отходах. На следующей неделе он будет направлен в Госдуму. Одно из главных нововведений – в закон вводится понятие «раздельное накопление отходов». Это может обеспечить максимальное использование вторсырья. Устанавливается, что места сбора, обезвреживания и накопления отходов должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям. Также теперь домохозяйствам не нужно будет лицензировать свою деятельность по обращению с отходами. И они смогут напрямую заключать договоры с транспортировщиками и переработчиками для продажи вторсырья. Если граждане только собирают раздельные отходы, им будет предложен пониженный тариф САХ. Требований к территориальным схемам обращения с отходами, на них субъекты Российской Федерации должны перейти до 2019 года, в случае принятия поправок станет больше. Они будут включать не только планы по строительству, модернизации и реконструкции объектов инфраструктуры, но и программы по их ликвидации, а также оценку кап-вложений и их влияние на тарифы. МУП «Водосток» отключит неплательщиков от системы водоотведения. Такое решение принято в связи с увеличивающимся долгом крупных предприятий Меретинской долины, говорится в сообщении предприятия. Мощная система водоотведения в Олимпийском парке стоимостью более 9 миллиардов рублей защищает район от подтопления. Это четыре комплекса ливневых очистных сооружений, пять насосных станций, 34 километра магистральной ливневой сети, 35 километров дренажных сетей, нагорные каналы. На территории Олимпийского парка находятся свыше 50 предприятий. Крупнейшие из них, как ни странно, систематически задерживают оплату. В течение двух лет МУП при активной поддержке администрации города и края ведет работу с должниками и предприятиями, уклоняющимися от заключения договоров. Теперь принято решение идти на крайние меры. Злостные неплательщики и уклонисты будут отключаться от системы водоотведения и сами бороться с грунтовыми водами. В горах Сочи продолжается поиск пропавшего сотрудника горнолыжного курорта. К поиску накануне были привлечены кинологические расчеты МЧС, Кубань-Спаса и Конно-Кинологического центра. Во время проведения работ выше по склону дежурили наблюдатели, так как на месте схода оползня продолжается периодическое падение камней. Поиск результатов не дал, пропавший не обнаружен. Сегодня из-за неблагоприятных погодных условий, обильных осадков и низкой облачности поисковые работы было решено отложить. Три автомобиля разбили во время ночной гонки в Сочи. Об этом сообщает Сочи-объектив. Наряд ДПС на улице Красноармейской в 22.30 заметил автомобиль Hyundai, грубо нарушивший правила дорожного движения. На требование остановиться водитель не отреагировал и прибавил скорость. Для преследования был вызван дополнительный наряд ДПС. Скоро молодой человек, обгоняя Ягуар, столкнулся с ним, после чего его откинуло на припаркованный Ниссан, а японскую иномарку от удара откинуло на бордюр. Сотрудники полиции обнаружили в Hyundai двух мужчин, для которых вызвали бригаду скорой помощи. За рулем находился 22-летний сочинец. По внешним признакам нетрезвый. На пассажирском сидении находился владелец иномарки. Установлено, что водитель не имел права управления автомобилем, так как не был вписан в страховой полис. Сейчас полицейские ожидают результатов медосвидетельствования. К другим новостям. В ДНИМ матчи Кубка Конфедерации в Сочи будут работать шесть площадок городской активности. Это территория у Южного Мола, площади у Художественного музея, перед Сумом, возле Органова зала, парк культуры и отдыха Адлер и парк Ривьера. Создавать праздничное настроение здесь будут профессиональные национальные, музыкальные и хореографические коллективы Сочи, аниматоры. Также будут организованы фотозоны. Вход на них будет свободным для всех желающих, сообщает администрация города. Напомню, Сочи примет четыре матча Кубка Конфедерации. 19 июня на афиште встретятся сборные Австралии и Германии. 21 июня Мексика сыграет против Новой Зеландии. 25 июня Германия против Камеруна. Команды, вышедшие в полуфинал, сыграют в Сочи 29 июня. 2 июля на площади Южного Мола состоится показ финального матча Кубка Конфедерации для всех желающих. Наряду с культурной программой турнира в Сочи традиционно для лета запланировано множество концертов, выставок и акций. Афиша главных концертных площадок города расписана по дням. В Сочи продолжает свою работу межведомственная комиссия по неформальной занятости. В течение недели проходят рейды специальной комиссии во всех районах города. В мэрию курорта приглашаются руководители тех предприятий, которые работают по серым схемам, нарушая закон. Итоги очередной проверки в нашем следующем материале. В зале городской администрации предприниматели-нарушители, но зачастую таковыми они себя не считают. На ошибки приходится указывать специальным службам – налоговой, городской мэрии и краевому инспектору по труду. Светлана Салоедова – частный предприниматель. Уверяет, торгует в магазине сама. Но почему-то именно в день проверки в обувном ларьке работали двое неоформленных сотрудников. Я зову этих людей иногда, потому что, чтобы у меня… Мне тяжело, да, естественно, мне тяжело, чтобы помыли окна, убрали, где-то подмели. У Александра Кабанова тоже не все гладко. Поступлений в местную налоговую от его компании – ноль. Предприниматель настаивает – он все платит исправно. Сказали, что нет отчисления, налоги мы не платим здесь. А мы, у нас договора, мы работаем с Ивановской областью. У нас как бы там мы оформлены, там мы налоги платим. Так дело не пойдет, подчеркивают местные власти. Все иногородние предприятия должны вставать на учет в местной налоговой, чтобы пополнять казну Сочи. А уже на эти средства город будет строить детские сады и школы, ремонтировать дороги. Но понимают это не все бизнесмены. За неделю только в центре города из 30 проверенных предприятий в 18 нашлись нарушения. Бизнесмены не оформляют своих сотрудников, либо оформляют не всех, платят серые зарплаты. В итоге город не досчитывается сотен миллионов рублей. Что, собственно, за собой влечет очень серьезные последствия. Последствия в части и, прежде всего, несоблюдение социального пакета и несохранение социального пакета за самими работниками. Ну и, естественно, это уход от налогов. Основная статья доходов для любого муниципалитета – это, естественно, НДФЛ. Администрация требует оформлять работников на зарплату как минимум в 10 777 рублей. Ну а среднее по экономике и вовсе 29 тысяч. Всех нарушителей ждут крупные штрафы от трудовой госинспекции за одного нетрудоустроенного работника от 20 до 100 тысяч рублей. К слову, в начале этой масштабной работы в Сочи неоформленных было выявлено 70 тысяч человек. Сейчас эта цифра сократилась в несколько раз. Ну а сегодняшнее заседание стало уже 53-м. Работа будет продолжена до тех пор, пока бизнесмены не научатся работать честно. Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Корзины доброты собрали волонтеры в сочинских магазинах. В городском Красном Кресте продолжается неделя доброты, посвященная Международному дню защиты детей. Семьям, находящимся в трудном материальном положении, сегодня вручили продуктовые наборы. Крупы, каши, подсолнечное масло, консервы, печенье, конфеты. Одним словом, здесь все самое необходимое и, конечно, любимые детьми сладости. Все эти продукты волонтеры предлагали купить посетителям магазинов и пожертвовать для детей из многодетных семей, для детей инвалидов и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Каждая корзина доброты или так называемый продуктовый набор от 7 до 17 килограммов, в зависимости от количества членов семьи. Все горожане, это население, мы с низким поклоном благодарим их. Предыдущие две акции были оценены в 70 тысяч рублей. И вы знаете, конечно, семьи очень благодарны и очень довольны. И я как бы всегда стараюсь отметить, что если мы проводим акции, делаем, мы не делаем это ради галочки. Мы делаем, чтобы семья почувствовала. Не один-два предмета дать, да? А если это дать, то семья ощущать будет ту оказанную помощь, которую сделал Красный Крест. Эта акция уже третья в этом году. Две предыдущие посвятили ветеранам войны и женщинам, среди которых много опекунов. В честь Дня защиты детей списки нуждающихся в такой поддержке сформировали в школе-интернате номер два. На этот раз корзины доброты собирали для воспитанников этого образовательного учреждения, где, как известно, в основном обучаются дети-инвалиды. Очень приятно, не ожидала. Спасибо за помощь, за поддержку, за ваше внимание. Ой, извините, пожалуйста. Не остались в стороне и сами дети. Для сотрудников Красного Креста они сделали подарок своими руками. А вот эту коляску здесь сегодня приготовили еще одному ребенку. Правда, на свет он должен появиться через неделю. К слову, будущей маме 16 лет. Помощь в Красном Кресте оказывают всем нуждающимся. И опять же, благодаря неравнодушным горожанам. В рамках же очередной акции благотворители поддержат беженцев из Украины. Галина Моисеева, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Фарфоровый мир можно увидеть в Музее истории города-курорта Сочи. Всего на открывшейся сегодня стационарной выставке представлено 300 предметов мелкой фарфоровой пластики. Здесь и общественная жизнь, и политические деятели, и сказочные персонажи. В Советском Союзе массовый выпуск фарфоровой скульптуры начался в 50-е и 80-е годы прошлого века. Тогда же он стал украшением быта советских людей. Вот и большая часть экспонатов знакомит с советским фарфором ведущих заводов СССР. Имени Ломоносова, Конаковского, Полонского. Представлены здесь скульптуры из фондов Музея истории города-курорта. Но основная часть экспонатов – из частной коллекции Сочинца, коллекционера Эрнста Качарова. Сегодняшняя наша выставка, мы думаем, очень будет по нраву сочинцам, потому что она отражает, во-первых, историю фарфора европейского, и большая львиная часть нашей экспозиции, конечно, посвящена фарфору советскому от зарождения и до 80-х годов. То есть весь период страны отражен в фарфоре, начиная с агитационного фарфора и заканчивая тематического фарфора. Советский агитационный фарфор с революционными лозунгами и портретами вождей играл роль пропагандиста нового образа жизни, отношения к труду, учебе, отдыху советских граждан. Сегодня такие изделия – важный исторический источник первых лет советской власти. А еще одной из самых популярных тем советского фарфора была анималистика, то есть животный мир. А это работа известного скульптора, анималиста Василия Ватагина, который более 40 лет прожил в Лазаревском районе Сочи. Большим спросом тогда пользовались и статуэтки спортивной тематики. Здесь целые серии работ по разным видам спорта. Гордостью страны был и балет. Нежные фарфоровые балерины, казалось, украшали каждую гостиную. Особого внимания заслуживает сказочная тематика. Изображали мастера любимых персонажей из русских народных сказок. Любовью же в советском фарфоре пользовалась детская тема. Добавлю, фарфор изобрели в VII веке в Китае. В Российской империи первое фарфоровое производство появилось в 1744 году в Санкт-Петербурге. Сегодня в Сочи открывается кинотавр. На театральной площади проходят последние приготовления ко встрече участников и гостей российского кинофестиваля. Кинозал под открытым небом. Без этого кинотавр никогда не существовал. Самый большой экран установлен. Зрительские места пока еще не заняты, но вечером свободных наверняка не будет. Рабочие спешат завершить все работы до дождя. Очень ответственная работа. Погода сегодня непредсказуема и никто не может гарантировать яркого солнца. Но все, безусловно, готовят в эти минуты праздничные вечерние наряды. Традиционно на открытие приезжают самые популярные артисты театра и кино. В 28-й раз на театральной площади по красной ковровой дорожке пройдут звезды отечественного кинематографа. Многие из них уже не первый раз, а имена иных открывает именно кинофестиваль «Кинотавр». Всегда в день открытия собирается много и сочинцев, и гостей курорта. Есть возможность поприветствовать любимых актеров и режиссеров, а если получится, и взять автограф. Жена любит сюда приходить, увидеть всех звезд и так далее. Всех живем по-любому. По телевизору одно, а живем по-другому. Кинофестиваль обычно проходит в первые дни лета, и, пожалуй, сейчас самым загруженным является гостиничный комплекс «Жемчужина», где работает штаб фестиваля и кинорынок. Все, кто прилетает, получают сегодня аккредитацию. В программе основного конкурса 14 картин, из них 7 работ дебютных. В кинокритике отмечают кинематограф страны помолодел. Экспертам в области кино, продюсерам, кинокритикам, журналистам есть о чем поговорить на пресс-конференциях и пресс-полниках, всевозможных вечеринках и на деловых завтраках. Когда будете все это брать и собираться, мы будем выяснять, как теперь кинематограф, современный кинематограф, должен общаться со зрителем, потому что он реально меняется. Благодаря сетевому пространству, ютубам. Молодые режиссеры как раз смотрят и воспитаны они на другом кино. Они воспитаны не на Фелине, Эйзенштейне, Тарковском. Они воспитаны на современном американском и, возможно, даже и сериальном кино. И поэтому язык поменялся, и зрители поменялись. И это интересно обсуждать. Жюри в этом году возглавит художественный руководитель Московского театра нации Евгений Миронов. Компульсные просмотры начнутся в зимнем театре в четверг, а в среду на площади зрителям покажут фильм Дмитрия Киселева «Время первых». Кстати, в дни кинотавра общественный транспорт в Сочи будет ходить до двух часов ночи. Изменения в расписании внесены для удобства жителей и гостей курорта, которые могут увидеть кино на площади. Здесь будут дважды в день показывать фильмы. Начало первого сеанса в 22.00, а второго – от 23.30 до половины первого ночи. И новость для любителей активного отдыха. День России в Сочи отметят с забегом. 12 июня на улице Новогинской состоится сочинская миля. Мероприятие откроют детские и семейные забеги. Новинкой станет гонка на выбывание. 30 участников будут бегать 6 километров по кругу – 600 метров. И после каждого круга трое отстающих будут выбывать. Для любителей бега и скандинавской ходьбы будет предложена дистанция в 4 мили – это 6400 метров. Для участия требуется медицинская справка и разрешение от родителей для несовершеннолетних участников. Предварительная регистрация и подробности на сайте sochi-checkpoint.ru И в завершении информация от партнеров программы. Стоматология Скаковский работает по принципу 3П – порядочность, последовательность, профессионализм оказывает все виды стоматологических услуг. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.